9 и 10 марта в стенах Таллинского технического университета пройдет пятый международный турнир по дебатам на русском языке. Таллинский открытый кубок 2019. В этом масштабном мероприятии на русском языке примут участие 80 участников из шести стран. Как будут проходить соревнования и какими должны быть дебаты, поговорим с руководителем русского клуба дебатов Виктории Муске. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Виктория, ну дебаты это не просто какой-то спор, где важна эмоциональность и, скажем, какие-то аргументы. Здесь есть очень четкие правила, очень четкие критерии, которым они должны отвечать. Вот расскажите о них подробнее. Да, действительно, как вы уже сказали, дебаты, в которые играем мы, они четко регламентированы, спикеры не могут друг друга перебивать, у каждого есть свое определенное время, своя определенная роль, своя определенная позиция, которой он придерживается и в рамках которой он должен укладываться. Действительно, это очень сильно отличается от тех дебатов, которые вы можете видеть на телеэфирах или на тех дебатах, которые вы можете видеть, например, во время каких-то публичных выступлений, которые у нас часто проходят в городе, скажем. И в этом смысле, да, те правила, которые мы предлагаем в дебатах, они для нас являются критичными, их исполнение является критичным. А насколько это интересно наблюдать со стороны в качестве зрителя, если ты сам не являешься профессиональным дебатером? Вот как раз этого элемента шоу, может быть, не хватает? На самом деле, мы думаем, что этого элемента шоу тоже достаточно, потому что игра, которую вы видите на дебатах, она не постановочная. Вы видите настоящие эмоции, настоящее рвение к победе, желание переубедить соперника, желание доказать судье, что ваша команда лучшая в этом раунде. И второе, это дает огромную пищу для размышлений, если вы никогда не сталкивались с подобного рода дебатами, потому что спикеры выдают настолько большое количество конструктивного материала, который, может быть, там, например, в политических дебатах очень часто опускается ввиду того, что этот материал, например, не соответствует той линии, которую политик хотел бы защищать. Ну, меня всегда интересовала и выбор тем, которые предлагаются дебатерам. Зачастую дебатеры узнают о теме незадолго до выступления, им дается какое-то время на подготовку, но это часто не та точка зрения, которая соответствует их субъективной оценке. То есть они защищают точку зрения, которая, может быть, абсолютно им неприятна и противоположна. Ну, к сожалению, да, иногда вынуждены, просто потому что это спор, это соревнование. И, во-первых, если вы не способны менять свою позицию ради того, чтобы выигрывать в турнире или побеждать в раунде, то, к сожалению, вы не задержитесь надолго в дебатах. А второе, это мы же не навязываем участникам точку зрения, мы не предлагаем им изменить свою жизненную позицию. Просто нужно понимать, что в какой-то момент ты находишься на раунде, и ты ради победы или ради какого-то спортивного результата должен изменить свою позицию. Но когда ты выходишь из комнаты, ты обычный человек, это не значит, что ты теперь навсегда будешь придерживаться другой точки зрения. Мы не говорим, что это должно быть именно так. Спектр тем наверняка очень широк, и поэтому дебатеру, помимо обладания ораторским искусством, нужен еще и очень широкий кругозор, наверное. Это правда, поскольку у вас есть всего 15 минут для того, чтобы подготовиться к теме. Темы бывают абсолютно разные, от политических, социальных, экономических вопросов до морально-философских проблем, так называемых вечных вопросов. И все, что у вас есть, это ваша собственная голова, ваши собственные знания. Ну и Google, наверное. Или нельзя пользоваться интернетом при подготовке? Вот, к сожалению, интернетом пользоваться при подготовке нельзя. Но все дебатеры, все опытные спикеры, они, зная, что у них скоро будет какой-то турнир, как правило, начитывают очень большое количество информации. А тему они тоже заранее знают, чтобы начитать, так сказать, на определенную тему? Или просто как получится? Или вы исходите от актуальных каких-то вот тем? Вот, например, сейчас допинговый скандал и выборы, и явно что-то про допинг и выборы будет. Абсолютно. То есть судьи, которые выбирают темы, тем выбирает коллегия судей, которую и организаторы, и другие участники признают авторитетными людьми и доверяют их мнению выбору тем, как правило, смотрят за актуальными событиями, что из этого подошло бы в качестве дебатной темы. И вы правильно сказали, что, например, выборы или допинговый скандал, это вполне себе две такие сферы, которые очень спорные, и там очень много моментов, которые можно было обсуждать. Поэтому дебатер, зная, что у него предстоит какой-то турнир, скорее всего, просто пройдет какую-то последнюю сводку, поймет, в чем дело, наберется фактов, и если он придет на турнир, и у него выпадет допинговая тема, он будет, в принципе, готов для того, чтобы защищать ту или иную позицию. Но у вас будут участники из России, а если им попадет тема выборов, которые были у нас в строе, что им делать? Поменяют им тему? Ну, конкретно для них тема не поменяет, потому что турнир один, тема одна, и все в равных условиях для того, чтобы игра была честной, для того, чтобы спорт был честным. Но я думаю, что главные судьи просто не будут уточнять настолько конкретно, что мы говорим о выборах в Эстонии, понимая, что участники из России, скорее всего, не знакомы с новостной повесткой нашей страны, поэтому тема будет звучать более общая, для того, чтобы наши ребята могли применить примеры из той жизни, в которой они живут, из того информационного поля. Ребята из России могли применить примеры из своего информационного поля, поскольку наши ребята следят и за российским информационным полем, поэтому не должно возникнуть каких-то больших трудностей, если тема охватывает и то, и другое информационное пространство. Завтра один из главных судей турнира, Данил Николаев, 8 марта, то есть в 17.00, проведет тренинг под названием «Детализация и глубина аргументации». Где он пройдет, и могут ли туда все желающие прийти? Да, туда могут прийти все желающие, если вы хотите послушать тренинг про аргументацию. Он пройдет в Таллиннском техническом университете, в корпусе ЦОЦ, это факультет экономики, в 17.00. Аудитория, я не скажу номер из головы, на третьем этаже, но если вы зайдете, там будут указатели, и все стрелочки вас встретят наши волонтеры, так что не потеряйтесь. Ну и там же, в той же самой аудитории, на том же самом экономическом факультете Таллиннского технического университета в выходные пройдут турниры, и финал 10 марта в 16.30, так что добро пожаловать, информацию можно и в Фейсбуке почерпнуть, а у нас в гостях была руководитель русского клуба дебатов Виктория Музки. Спасибо и хорошего турнира. Спасибо. Спасибо. Спасибо.